Здравствуй вас! В части взаимоотношений с вашим мужем я могу сказать, что есть два момента. Первый момент, это то, что вы как бы ждёте от своего мужа какой-то помощи, хотя он уже муж бывший. То есть вы развелись и фактически вы чужие люди. При этом вы говорите о том, что он вам не даёт денег, как будто жалуетесь на него, в том плане, что он вам не даёт денег. Но он и не должен давать деньги, если он ваш уже бывший муж. Другое дело, что вы имеете полное право впадать на алименты и тогда эти алименты будут, вмененный мужчина в обязанности, да, то есть он будет обязан платить вам эти самые алименты. И это уже будет реальный источник дохода, вот, который, ну, вы сможете использовать для себя и который вы сможете использовать для обретения своей самостоятельности. То есть есть вот такая история, мне кажется, что либо вы не знаете всех своих прав в случае, если вы разводитесь с мужчиной, но продолжаете жить с ним вместе, либо вы просто-напросто недостаточно уверены в себе, недостаточно уверены в том, на что вы, грубо говоря, имеете право, а на что вы права не имеете. И, соответственно, не можете, не можете, значит, как-либо отстаивать то, что принадлежит вам по закону. Это первый момент. Момент второй, более, на мой взгляд, деликатный, касается того, что вы пишете о том, что вам тяжело. И что вы, собственно говоря, ну, что у вас истерика, что вы, не знаете, что, что вы взрываетесь, взрываетесь и так далее. Пусть говорит, что вы истеричка, и, соответственно, вы задаете нам вопрос, правда ли это тяжело. К сожалению, я вынужден ответить вам встречным вопросом на вопрос, что именно тяжело. Понимаете? Из вашего текста, из вашего текста, непонятно, что именно вам тяжело. Вот, вот, ну, прям, конкретно, конкретно, что тяжело. Вы же пишете что? Что значит? Так. Он уходит на работу с 12 дня, то и раньше, и до 22.00. Детьми никто не помогает. Из-за этого я очень устал. Ну так, а если детьми никто не помогает, а вы разводились, то, простите, а вы ожидали что? Что он вам будет помогать или что? Вот, давайте этот момент с вами постараемся прояснить. Вы рассчитывали, что, значит, ну, вы рассчитывали, что мужчина, после того, как вы с ним разведетесь, будет вам помогать? А до этого вам кто помогал, до того, как вы, собственно, как вы развелись. А почему вообще вы считаете, что вам должны помогать? Вот, то есть, как же у вас родные, там, близкие и так далее. В конце концов, ещё раз повторю, вы можете нанять на алименты, что, ну, мог бы выплашивать вам ваш муж, вы могли бы нанять няньку или сиделку, которая помогала бы вам. То есть, тут вот момент не очень понятный, на самом деле. Вот. Вы говорите, что вам никто не помогает, а с такой мыслью, что вам должны помогать. Но при этом вы же вроде как развелись со своим мужем, а значит, над чем основаны ваши, грубо говоря, ожидания? Относительно того, что вам будут помогать. Знаете, какая история? Или вы надеялись на то, что мужчина будет это делать, несмотря на то, что вы развелись? Понимаете? То есть, мне кажется, что здесь ситуация складывается именно таким образом, что вам необходимо для себя сначала уловить. Что именно? Значит, ну, что именно тяжело? Вот, конкретно. И потом, почему вы спрашиваете у нас, что тяжело? Ну, человек, это единственное мерило всего, что происходит. Если для вас это тяжело, то значит, для вас это является именно таковым, трудным. И абсолютно никакого подтверждения этого больше не нужно. Если вам это тяжело. Реально. Понимаете? Вот. Соответственно, если вам не тяжело, или если вы, ну, как-то вот, по той или иной причине, значит, не предпринимаете всех возможных усилий, для, ну, для того, чтобы облегчить, значит, свое положение, да? Вот. Что это уже, уже ваша ответственность. И в данном случае можно говорить только о том, что вы не делаете всего, да, для того, чтобы вам было максимально хорошо. Но ваши ощущения, ваши ощущения, это единственное, что является главным при оценке тех или иных событий. Не, никакие, никакие другие. В том числе и мужа. То есть, выносить оценочное осуждение относительно того, должно ли вам быть тяжело или нет, можете только вы. Другое дело, насколько это оценка здраво, это уже детали. Вот. И потому, потому, то, что вы говорите, то, что вы, значит, ну, то, что вы спрашиваете, является, по сути дела, проявлением неуверенности в себе, с которой вам и нужно работать. Вот. И только после того, как вы научитесь довестоверять своим чувствам, после того, как вы поверите в себя и в то, что вы хотите, можно будет уже что-то делать. В том числе и налаживать, значит, свою личную жизнь. Я не думаю, что вам нужно показывать к врачу, я думаю, что все дело, конечно, в напряжении, но и в том числе в ваших ожиданиях относительно того, что должен делать ваш муж, который уже вам и не муж. И соответственно, если мужчина не больше не муж, то и общаться с ним нужно соответствующе, то есть не ждать от него милостыни, а брать самой то, что принадлежит вам по праву. Вот для этого необходим ресурс, и над выработкой этого ресурса я и предлагаю поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.